Руку мне на ногу так кладет и такой, ну чё, малышка? Короче, мы ловим шлюх на трости, прикинь? Едем в парикмахерскую с бомжом, с каких-то вы. А вы чё туда залезли? Да, ого! Боже мой, какая ты тупая! Всё круто, погнали! Друзья, у меня сегодня в рейсе со мной, как и обещала, подруга Анастасия Уман. Она уже вся мокренькая. Все уже догадались, да, она уже вся мокренькая, потому что она чем занимается? Она крепит погрузчики. Я её в этом рейсе замучаю максимально, делаю из неё дальнобойщика. Ну, вообще легко. Да, так что, ну, она уже всё закрепила. Ей остался последний ремень, он трудный самый, так что давай, вот, ей даже, вон, видите, новые трещотки, новые ремни. Ну, вот, усиленные трещотки, чтобы всё было по фэншую. Так, а здесь у нас только... Здесь не надо, здесь мы, видишь, через палец будем продевать. Тут ничего особо, видишь, никаких металлических элементов нет, у нас ничего не задевает за металл, ничего не трётся. Так что ты можешь смело. Окей. Тут у нас вилы лежат. Везём мы четыре погрузчика в город Ишкар-Алу. Так, я тогда в эту петлю. Да, на эту вешай. Я, кстати, ей пообещала, Насте, что она к концу рейса будет тоже как чушок, как и я, потому что у меня вся одёжа грязная. Ну, это мои подписчики не привыкли, в принципе, они уже нормально к этому относятся, поэтому... Я к мехам. Так что всё окей. Но всё равно, понимаешь, легковая как-то вроде всё равно подразумевает поменьше грязи. Ну, легковая, да, она полегче легковая. А, кстати, Настя, забыла спросить, у тебя есть средство, которое отмывает мазут? Ну, если стирать вещи, то придётся. Вообще, вот, честно тебе скажу, очень много, ну, поразило большую кучу времени, чтобы найти моющее средство, которое не портит машинку и отмывает мазут. Сейчас реклама пойдёт, да? То есть... Нет, нет, я не буду ещё рекламировать. Вот такое моющее средство приобретает. У тебя, кстати, лоб грязь. Да? Ну, всё, ладно, продолжаем. За рекламу нам не платят. Я же сегодня дальнобойщик. Дальнобойщица. Это, получается, даже не автодевочка, это как уже трак-девочка, да? Да нет, ну, это всё автодевочки. А, это всё автодевочки. Я Насте не помогаю, то есть она всё сама делает. Всё, то есть полностью крепит. Настя, смотри, Настя тут сказала, что она говорит, это, сколько за рейс платят. Вот, она говорит, давай 50 на 50. Я говорю, вопросов нет, ты крепишь груз, если что, ну, 50 на 50. Сколько там погрузчик стоит? Так, всё получилось. Всё получилось. Да, смотри, всё супер. Вот что значит, движки поднимает. Одной левой. Ну что, можем отъезжать и в путь. Давай сейчас всё проверим. Там я просто так переживаю, типа так дорого. Ну, типа даже если по полторы тысячи каждый, это получается... По полторы ляма. Ну да, это 6 тысяч. 6 миллионов рублей мы везём. Прикиньте! Раз, 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 это Харбас. Мы с противкой Кадидаса, он нас тоже снимает. Всё, погнали мы, значит, кататься с Катюхой. 700 с чем-то километров. Сейчас посмотрим, сколько. Катюха, миллиметражник в деле. Вау! Вот я видела у тебя рубрику, что ты ездишь в такси. Следующий вопрос. А у тебя были какие-то экстремальные вот ситуации? Ты меня тоже спрашивала, были ли у меня что-то такое необычное, экстремальное, когда там кто-то угрожает или там, не знаю, что-то пытается своровать. Ну, то есть какие-то там бандиты, мошенники, хамы, наглецы, алкаши, наркоманы. Вообще такое вот было у тебя? Если мы берём, опять же, то, когда я просто работала по таксометру, было два случая. Один случай, у меня были пьяные женщины, которые, их было трое, им не нравилось максимально, что приехала за ними девушка на праворульной машине. Это раз. Потом им не понравилось, что я... Праворульным не понравился. Да. Что праворульная машина, типа, что за дерьмо за нами приехала. Ну, типа, окей, уже приехала, поехали. То есть я как бы раз уже так напряглась. Потом на светофоре я встречаю своего коллегу, с ним здороваюсь там. И мы поехали дальше, они такие, типа, не базарь за рулём. Я такая, так, девушки, типа, если вам не нравится, я сейчас, типа, остановлю. И выходите, типа, не нужно, как бы грубо разговаривать. То есть я, как бы, вам ничем не обязана, кроме как довести вас от точки А до точки Б. Ну, короче, они максимально докапывались, докапывались. В итоге мы приехали на место, и одна сзади меня вот так вот хватает за волосы, толкает вперёд. Нифига себе. В этот момент они начинают выходить, и они толкают меня вперёд и говорят, что, типа, мы тебе ничего платить не будем. Ну, то есть я говорю, там, с вас там 200 рублей. Она говорит, мы тебе ничего платить не будем, толкает мне голову вперёд. А в этот момент они там выходят, и спереди, которая рядом со мной сидела третья, я её успеваю схватить за шубу и заблокировать две. И, то есть я её держу, говорю, пока не оплатите, типа, я вас не выпущу. И тут же нажимаю на таксометре кнопку «Помощь». То есть там можно, чтобы с тобой связался диспетчер, и он, получается, уже... Ну, вызывает какую-то подлогу к тебе. Да, там ближайшие таксисты приезжают и, то есть, как бы, помогают тебе, кто рядом. Ну, типа, там это всё максимально быстро произошло. Позвонил диспетчер, я говорю, да, нужна помощь. То есть я взяла трубку, соответственно, а эта кричит, меня не выпускают с машины. Ну, потому что я её удерживаю, соответственно, в связи с тем, что она вот, как бы, они вот так вот, да, они первые на меня напали, получается. Ну, и всё, они заплатили и ушли. Потом был случай, просто тоже там пьяный мужчина. Он, получается, такой, руку мне на ногу так кладёт и такой, ну чё, малышка? И я такая, чё? У меня, короче, баллончик, ну и я немножко ещё обладаю некоторыми физическими способностями. Меня муж научил единоборством разным. Ну, то есть я его бью, получается, с локтя, вот так вот куда-то попадаю, типа, в сторону КДК и с баллончика распыляю ему лицо. В машине прямо. Да, я выскакиваю тут же из тачки. И он там сидит, как бы задыхается. Понятно. То есть я открываю дверь, вытаскиваю из машины просто вот так вот. Ну, он там, соответственно, лежит просто уже, ну, он и так невменяемый был. Ещё, соответственно, с баллончиком, то есть машина, соответственно, особо тоже не выметрилась. Я максимально раскрыла, там вот так вот поделала двери, типа, и поехала там тоже, закашливаясь как-то. Потому что, естественно, я испугалась. Это были эти два момента, они были ночью. Я представляю, какой у тебя стресс был после этого. Да, это было, то есть где-то там, один момент был там в час ночи, другой в два ночи. И я такая, типа, больше ночью я, короче, ну, не работаю в такси. Да. Одни мужики, да, да. Да, дальнобойная кафешка. Ты меня спрашивала, да? Да, я спрашивала, что показатели кафешки, где дальнобои тусуются. Да, да. Не всегда, потому что они когда-нибудь просто там останавливаются, потусоваться, они там не едят. Открой к номеру, пожалуйста. Они же не опускаются. Они подключают. Да, да. Она сюда иду. Здрасте. Здрасте. А сколько вы делаете? А? На сколько берете? Какая разница, как ты говоришь. Восемьсот. Восемьсот? Восемьсот за сколько? За час? Один раз. Один раз? Один раз. Что один раз? Блин, она быстро убежала. Хотел следовать. Короче, мы ловим шлюх на трассе. Прикинь. Что, блядь? Что? Ладно, на самом деле, мне просто интересно, сколько они берут. Вот она берет восемьсот рублей один раз. Один раз? Видимо, на 5 минут. Полезла, полезла. Она полезла к нему. На один раз. Всем доброе утро. А мы с Настей завтракаем. Да, вот у нас тут овощной салат. Салат мимоза, да. О, эти фрукты. Чаи, в общем, кофеи. Вообще все супер. Настя, как тебе спалось в фуре? Сначала хорошо. Потом холодно. Потом я укрылась, стало тепло. А потом, как жарко, ты взяла все окна, позакрыла. Я такая... О, боже, я задыхаюсь. Не, на самом деле, просто нужно, чтобы все время такая была... Циркуляция воздуха. Циркуляция воздуха, да. Концентрация, хотел сказать, воздуха. А так все классно вообще, как в настоящем поезде, плацкарте. Только не хватает чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Короче, классно. Ну, то есть атмосферу прочувствовала. Да, вот такая прям, типа, вот реально хата. Хата на колесах. Ну, типа, для одного тут вообще реально, ну, прям лакши. Такое очень, очень. Все есть. Где есть поспать, где есть покушать. Входишь вот так вот, не надо в ботинках ходить. Тут можно разуты. Тут все разложил, сделал. Короче, класс. Ну, все, можно продолжать путь. Мы завтракаем. Да, я не убегаю от тебя. Я не разочаровалась. Все круто. Погнали. А так, вот именно сейчас то, что я снимаю в плане развлекательного контента о такси на разных интересных машинах, получается так, что часто у меня попадаются пассажиры пьяные или бездомные, ну, бомжи, да? Бомжи, да? Да. Они ездят на такси? Нет, они подходят ко мне и просят помощи там, чем-то помочь. А я им говорю, типа, хотите, я вас подвезу и куплю вам еды. И получается так, что вот как-то у меня веселые себя пассажиры. Если это пьяные, то они смешные. Если это бомжи, то они тоже прикольные какие-то. Ну, вот как-то так в моей жизни стало складываться. То есть, кому-то я помогаю, там, мы там едем в парикмахерскую с бомжом с каким-нибудь. Оплачиваешь ему парикмахерские услуги? Ну, да. Слушай, классно. В плане, типа, заработка я с этого не имею ничего. То есть, мне получается так, подходит человек, допустим, говорит, сколько будет стоить там доехать до Кремля? Я ему говорю, столько-то, столько-то. Мы с ним едем, то есть, и я, допустим, где-то в поворот войду боком, там, или еще как-то, то есть, я пытаюсь вывести пассажира на эмоцию. Ну, понятно, чтобы он эмоционировал. И все, мы приезжаем, как бы, он там, кто-то деньги дает, допустим, там, если мы там долго ехали, я беру какую-то часть, хотя бы за бензин. Но, по большей части, типа, я вообще никогда не беру деньги, потому что, я считаю, люди дают мне эмоции, да, а я, как бы, их просто тоже радую, и все, понятно. По факту, да, это не заработок, это просто съемка. Мы с Настей готовимся к ужину. Мы уже на выгрузке, но запустили на территорию. Не подумайте, это не буржуцкий какой-то ужин. Да, мы едим креветки. Креветки, но они нам вошлись 250 рублей дешевле, чем банка тушенки нормальной, которая была в магазине. Поэтому, как бы... Ну, все из-за того, что Анастасия не кушает мясо, но кушает морепродукты. И рыбу. Да, и поэтому мы кушаем креветки и овощи. Ну, знаете, что, куда я без овощей. И, конечно же, топ, гречка в пакете. И, конечно же, огурчики соленые. Зарумяниваются. Ну, получается, мы снова спать. Вторая ночь у нас в рейсе. Я пришел на помощь. Фирма, получается, та же, только вот этот погрузчик мощнее. Видите, он здоровый какой. И сейчас маленький будет выгружать. А вы что туда залезли? Противовес. Противовес? А, я думала, покататься захотели. Ахахаха. Давай. Второй пошел. Мы же сейчас все равно поедем на эту, на загрузку. Там не нужны будут. Или ты их сюда вытаскиваешь? Ну, она, может быть, у нас задняя будет. А если мы их не сложим, то, соответственно, вещь шума грубая. Убираем болезни. Ты всегда после каждой выгрузки все складываешь стяжки. Я каждый раз складываюсь и грязно я подметаюсь, чтобы нам машину полностью подготовить к следующей новой загрузке. Вот так вот. Это вам не хухры-мухры. Как ты вообще пришла к тому, что стала механиком, разбираешься в машинах, занимаешься их модернизацией, восстановлением. Как вообще к этому ты пришла? Звучит. Ну, ты как-то, я видела же, какие-то ролики, ты их прям там, тюнингуешь. Кратце расскажу так. Раньше я была танцовщицей, официанткой и менеджером продажи рекламы. В разных сферах пробовала себя? Ну, да. То есть я в одном, как бы, я одновременно работала на нескольких работах. А потом я решила, ездила на машине, которая у меня регулярно ломалась. Это была там патина Нива, которую он мне давал, и которая там ломалась, подводила. Потом другая машина, девяносто девятка, которая тоже ломалась. Лично там, встанхотедские морозы. Такая знакомая история. Да, и была как, типа, я врученские морозы сломаюсь где-то на трассе, когда еду. И типа, все, я готовлюсь убирать, потому что ночью никто не останавливается, трасса, типа, все. Типа, и спасает там только друг, который приезжает за 180 километров, чтобы тянуть тебя на тросе. Вот, и я поняла тогда, что нужно что-то в жизни менять, и что, как бы, в целом, вообще отношение к девушкам на дороге очень прискорбное, то есть сломаешься ты на дороге, останавливается там ей мимо проезжающая машина, и я, как бы, толкаю машину от того, чтобы убрать ее с дороги. То есть заглохла, все, машина не запускается, я выхожу, начинаю толкать, и нет бы, чтобы помочь, как бы, девушке, да, проезжающие машины кричат, дура, блядь, права подокупают, обезьяна ты кончная, или еще что-нибудь такое, понимаешь, ну, то есть настолько, как бы, агрессия какая-то у людей в целом, то есть сложившийся стереотип, что они вообще даже не видят каких-то границ, в плане того, что одно дело, что ты там как-то нарушаешь правила дорожного движения, или ведешь себя неправильно на дороге, а другое дело, когда ты сломался, тебе требуется как бы помощь, и люди вот так вот. Потом обманы на СТО, я приезжала на СТО, когда поломалась, так же мне говорили, там, у вас генератор масла течет, я такая, окей, пять тысяч рублей нате, а оказалось, что в генераторе масла нет, в генераторе масла течет, да, ну, то есть, как бы, вот так вот, и я поняла, что, как бы, все, мне надоело, я купила книжку, думаю, буду изучать механическую часть, да, как все устроено, хотя бы знать основы, да. На тот момент у меня была Нива, кстати, когда у нее полетело сцепление, и я, получается, по этой книжке думала, сейчас, короче, поменяю сцепу, за счетом, типа, менять, казалось, типа, дофига сложно. Все, и в целом, как бы, по книжке, типа, ну, очень сложно было научиться чему-то из какого-то, из практики, технического, да, понимания того, что там написано. И я думаю, все, я, короче, бросаю все работы свои, ухожу. На тот момент я уже, ну, как бы, была уже замужем, и, как бы, муж сказал, типа, хочешь, типа, иди, ну, на 100 учись. Естественно, как бы, идти куда-то в училище какое-то, это долго, все. И я хотела, как бы, сразу практики. То есть у меня была цель работать всю жизнь механиком. Мне хотелось просто научиться какой-то там месяц-два попрактиковаться и понять. Но потом так меня, типа, это все затянуло, что там сначала я ученик механика, потом я механик, потом я уже, как бы, там, мастер-приемщик, и вот так вот, вот так вот, вот так вот, потом я уехала во Владивосток, там начала изучать японские машины. Ну, типа, максимально мне эта деятельность поглотила, мне это интересно по сей день, поэтому, как бы, занимаюсь. Нас выгрузили, потом выпинули. Настя немного в шоке. Быстрее отсюда уходите. Да, для нее это непривычно. Но так бывает, это вот такие суровые минусы моей работы. И теперь все хорошо, мы выгрузились, выехали, и Анастасия нам делает завтрак, бутерброды, такие сэндвичи, можно сказать, с сыром, с морковкой. Что еще, туда какие ингредиенты пойдут? Рыба. Рыба. Вот, у нас такие вот, мне уже слюни потекли, у нас такие вот деликатесы. Ну, как деликатесы? То есть, такой завтрак нам обошелся примерно в 250 рублей на двоих. Ну, вот смотри, вчера у нас сколько было? 400 ужин. 400 рублей ужин, да. Так, 200 рублей завтрак, это 600, ну и обед, допустим, ну тоже 400, да? 1000 рублей. Это на двоих, так? Ну да, ну так, 500 рублей командировочные, это в принципе норма в транспортных компаниях, так что укладываемся. Не обязательно, доширак только один есть, хотя я очень люблю доширак, потому что если есть каждый день, типа завтрак, обед, ужин, доширак, то потом твой доширак выйдет на попе. Ого! 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 Ну, котик! Вон, шо! Прямо? Куда? Вот такие вот подгоны у нас загружают. Вот тут у нас почти все, вот осталось-то чуть-чуть, и будем пушать. Ура! Погнали мы. Кстати, столкнулась я также со стереотипом, когда устраивалась. То есть я пришла, говорю, здрасте, возьмите меня учеником механика, я хочу как бы научиться, я готова работать, мыть вам полы, приносить ключи и так далее. Главное научить и бесплатно готова. В 9 из 10 из 100 мне говорили, что девочка, твое место на кухне, иди вари борщ, иди в салон красоты, там делай прически. Как все знакомо. Наращивай ногти, все. А потом прошло некоторое время, прикольно получилось, это было в моем маленьком городке Волгодонске, в котором я это искала, место, где мне научиться, там же мне ноги отшивали, а потом получилось, что я стала блогером через некоторое время, и, типа, я когда встречаю там этих людей, они такие, типа, блин, жалко, что ты, типа, мы туда не взяли тебя, типа, мы все думали, что это все, типа, фигня какая-то, да, ну, да, и в целом, типа, баба на корабле к беде, там, и всякое такое. Опять же, типа, стереотип, он с бухты-барахты не появляется, то есть он складывается, основываясь на каких-то моментах, но не нужно, как бы, обобщать всех, там, грубо говоря, девушек, которые ездят за рулем и в целом занимаются машинами, что это обезьяна с гранатой, то есть это сугубо вообще абсолютно может быть по-разному, то есть может быть мужчина, он не обязательно должен разбираться в машинах и знать всю техническую часть, как там оно обстроено и как поменять там тормоза или перепродвигать, абсолютно нет, он может быть строителем, там, он может быть врачом, научным каким-то, там, не знаю, он даже может там парикмахером быть, типа, даже вообще в тачках не разбираться, то есть тут все зависит от интереса, если тебе нравится, ты занимаешься тачками, даже если ты девушка, ну, неважно, абсолютно, то есть и со временем, мне кажется, вот благодаря тому, что вот появились девушки- дальнобойщицы, механики, там, дрифтеры, гонщицы, которые показывают, как бы, успех в своей деятельности, это, конечно, развенчивает стереотипы и уже дает понимание многим, что, как бы, а не так все, как вы думали. Сказала такую фразу, что это не на пустом месте, ну, слушай, ну, мы можем посмотреть статистику ДТП и, согласно этой статистике, мужчины попадают чаще в серьезные ДТП. Я, конечно, знаю, что, обычно, мужчин больше ездят, поэтому статистики они больше, нет, в процентном соотношении мужчины попадают в ДТП чаще. У них более резкий стиль вождения. Знаешь, почему? Поэтому, ну, так говорят, что девушка едет, такая, типа, медленно, аккуратно, такая, боится, 40 км в час, и тут проезжает тип, который, там, такой, суетолог, чистым, а-а-а, шашечник, типа, увидел бабу за рулем, что она медленно едет, такой распсиховался, и бах, куда-то залетела. Да, понятно. Ну, типа, все время во всем виновата баба, все время, типа, хочешь, ты не хочешь, типа, разбился, все, виновата женщина, понятно. Как бы, знаешь, тут меня, знаешь, бесит, это капец. Типа, если я ошибаюсь в чем-то, в ремонте... А, и баба не умеет ничего. Да. А мужик такой, он оступился, он ошибся. Да, 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 да. Да, 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 да. Мы приехали на заправку. Ого, 360 литров, на сколько? На 17 тысяч рублей. Не жирно ли вот это мы подзаправиться хотим? Да мы это шумно будем сейчас. Крыснем чуть-чуть для разогрева. 50 граммов. 50 литров. Типочку он там снимает. Узнал ее такой типа. Узнал тебя твой барписчик. Мужики, а где шарики-то купить можно? А шарики, они надувные в смысле, которые? А ну типа, а я вот девочка, Антошка, подходит, ну как бы я первый раз слышу про шарики эти, думала, они цветные. Хочу гелевые обычные шарики, чтоб надуть и воздух запустить. А, поняла. А вы какие шарики покупаете, я не поняла. Что-что? Там просто на бутылку кто-то сел. Да я уже проехала, уже не успею. Снимите сами его, он сидит на бутылке. А как у тебя возникла идея вести блог? Это идея моего мужа. Он тебя надоумил. Да, он хотел снимать, монтировать. Он все время, вот у него, неспроста я его называю режиссура, режиссер, потому что у него все время было желание что-то снимать. То есть он как бы там сам научился в ютубе монтировать, какие-то там знания получил по поводу съемки. И вот изначально как бы он мне сказал, я работала на СТО в Владивостоке, механиком, он мне говорит, все время хотел что-то интересное снимать. И он мне говорит, поставь телефон, поснимай, как ты работаешь. Мне кажется, это должно быть интересно и людям зайдет. Как бы была целиком и полностью за, за его идеей что-то снимать. И в целом девушка-автомеханика, это мне кажется интересно, но в целом то, что мне нужно что-то снимать на СТО, понимаешь, а это 2015 год и люди особо как бы еще не знают, кто такие блогеры. Да, вот реакции именно моих коллег на то, что я буду там делать. Ты переживала, что люди будут как-то негативно реагировать на съемочный процесс. Да, вся вот эта деятельность начиналась в городе Фокино. Я работала на СТО, по-моему, улица Карла Макса, если я не ошибаюсь. И там вот ребята, я им рассказывала, они говорят, что ты делаешь? Я говорю, да, это как бы для мамы. Снимаю видео, хочу показать, как я типа тут обустроилась, чем я занимаюсь. Ну и все время, типа мне было максимально неловко. Потом он мне говорит, типа просто снимать то, как ты что-то делаешь, ну скучно, надо что-то рассказывать. Я такая, камон, я не могу что-то рассказывать, я тебе типа не журналист, я механик, алло, типа я машину ремонтирую, мне неудобно вот это вот все масляными руками делать. Потом, короче, мне было максимально сложно на самом деле вот это все. Перебороть себя и начать вот именно преподносить это людям, аудитории. Снимать себя на видео, что-то говорить, типа я троила, там говорила, там БМА, ну короче, очень сложно было. И когда мой муж монтировал эти видео, типа нарезал, он говорит, боже мой, какая ты тупая, ты типа два слов связать не можешь. А я как бы в жизни нормально разговариваю, включается камера, типа все. Все, стопор, бывает такое. И те люди, которые хотят стать блогерами, типа боятся, что они не могут связать двух слов на камеру, типа это нормальная практика. И типа просто нужно реально практиковаться. Перебороть себя. Да, практиковаться, пробовать, говорить, 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 говорить. И рано или поздно у вас получится, типа главное желание и что-то делать для этого. И в итоге уже типа шестой год идет, как мы занимаемся блогом. И естественно там на первый год этой нашей деятельности я максимально втянулась в это во все. Мне стало интересно. Я там сама идеи подкидывала. То есть вот так вот потихонечку, потихонечку. Одно время было вообще, что типа я уже сама и снимала и монтировала. Типа так одно время даже проще было, чтобы Саша у нас был такой именно режиссер, придумщик, там всяких идей. Сейчас у нас так, что у нас у каждого свои, грубо говоря, обязанности. Мы с Сашей вместе ведем канал и придумываем идеи совместно. У нас есть оператор, который снимает. Ну вот как бы уже полноценная деятельность. То есть у нас ИП, у нас работники. То есть максимально вот все вот как вот. То есть ты занимаешься чисто блогом и всеми сопутствующими к блогу делами. Да. То есть все машины ты восстанавливаешь, ремонтируешь в рамках блога. То есть ты сейчас не работаешь где-то на кого-то. То есть у тебя только своя деятельность, которая связана с YouTube каналом. Да, все верно. Именно так. Понятно. Потому что она заняла максимальное количество времени. То есть первые два, наверное, да, два года деятельности на YouTube я работала механиком. Потому что механиком, потом таксистом. Потому что деньги были нужны, соответственно, для того, чтобы вообще в целом поднимать этот блок, делать тачки. Ну, как бы, у тебя не будет на первых порах ни рекламодателя, ничего такого, если у тебя, в принципе, нет финансов для продакшена какого-то. То есть мы жили реально типа на 200 рублей в день. У нас было на двоих 200 рублей в день для того, чтобы покушать что-то, ну, брать себе. Остальные деньги, то есть 6 тысяч рублей, грубо говоря, в месяц получается. Остальные деньги, что там я зарабатывала на СТО, там и Саша работал еще охранником, мы типа максимально вкладывали в канал, в тачки, которые мы брали. Ну, чтобы все это дело закрутить, чтобы рекламщики там, ну, люди, которые обратили на вас внимание. Ну, вообще, да, поначалу мы вообще типа не знали, что на этом даже типа можно зарабатывать дополнительно, чтобы у тебя будет там реклама. Ну, типа, слышали о том, что там платят за просмотры, но он, как казалось, типа там копейки платит. Ну, просто делали это по фану, потому что нам это нравилось. То, ну, если не знает, примерно, да, сколько за миллион просмотров можно получить с монетизацией денег. Если у тебя ролик там больше 10 минут, если там у тебя автоконтент, то это в целом там 3-5 тысяч рублей за миллион просмотров. Правильно? То есть это зависит от того, от удержания, то есть это типа вообще максимальные копейки. Чтобы миллион просмотров с ролика получить, типа, это нужно, я не знаю, что сделать. Либо там, ну, короче, вылезти из кожи вон, чтобы получить миллион просмотров. Блогер, он есть для того, чтобы создавать контент и чтобы люди проводили свой досуг. Это как музыку, когда пишут, фильмы, когда снимают. То есть люди проводят свой досуг. То есть такая же абсолютно работа повседневная. Блогер, многие недооценивают вообще, типа, работу блогера. Для некоторых это, знаешь, это блогер, это что-то какое-то ругательство. Вот там, допустим, блогеры во всем виноваты. Или там, а, это блогер, а, ну, это все. Это значит там какой-то цирк, постановка, какая-то вот фигня, ерунда. И вот такой стереотип тоже, он, честно говоря, вообще для меня вот конкретно блогерство, это просто вот хобби. Ну, для меня это не вот что, что-то такое, что, ну, у меня это не постоянный источник дохода. Как ты уже поняла, тоже мы с тобой едем, видишь, у меня основное, это вот моя баранка и работа водителя-экспедитора. А блог это так, сопутствующее. А для тебя получается, это вот именно автоблог, который построен на контенте по ремонту авто, то есть это не вот что-то там, знаешь, несерьезное. Мне кажется, это очень серьезная тема. Ты вот освещаешь и вот эти вот авто, да, все-таки японские авто, которые были в то время, это же совсем другое поколение, когда машины действительно могли, вот я знаю, я тоже фанат японцев, но, конечно, не спортивных, я фанат больше кроссоверов. И я знаю, что такое японское качество, блин, это 10 лет ты ездишь, у тебя никаких серьезных проблем нет, если ты ухаживаешь за машиной, если ты все вовремя меняешь, наша авто, автоваз вообще, не знаю, ну извините, превратится, ладно, все поняли во что. Мое окружение, вот тот момент, когда мы только начинали вообще в целом блог свой вести, у нас там был чат с одноклассницами, ну, с бывшими, да, одноклассницами, которые типа, о, смотрите, Настя новое кино сняла, ха-ха-ха. И я, как бы, такая думаю, ладно, типа, один раз хавала, другой раз, типа, говорю, смотрите, типа, какие мне комментарии пишут, типа, там, зовут замуж, там, или еще что-то. А они с такой какой-то ненавистью, пренебрежением, то есть какой-то завистью на все это так реагировали, типа, кто это блогер, там, давай, короче. И, типа, максимально из моего окружения выпало, там, 90% людей, с которыми я вообще перестала, типа, общаться на тот момент, когда только все это зарождалось, и вот это было неверие во все это. А на этот момент, когда сейчас, типа, эти люди пишут, типа, ой, ну, привет, Настюха, как дела, типа, помнишь меня, мы твоя одноклассница, там, старые подружки, помоги то, помоги это, сделай сториз, то есть, как бы, типа, когда ты был на дне, ты не был никому нужен, когда ты чуть-чуть поднялся, да, это сразу такие, о, типа, мы же друзьяшки, там, вот, отношения близких, отношения в целом людей, ну, сейчас уже лучше относятся к блогерам. То есть, эти люди, они переобулись, получается? Ну, да, многие так, что они сначала по одному думали, а теперь они уже по-другому считают. Ну, а ты как к этому относишься в целом, вот к этим людям, вот они переобулись, просят тебя там сториз сделать, как ты на это реагируешь? Чаще всего я поясняю, что я не просто, как бы, игнорирую, а поясняю, почему я не буду делать, что там, это не моя целевая аудитория, и в целом, как бы, у меня тоже аудитория появилась, не из бухты-барахты, то есть, чтобы там что-то рекламировать, это такой же, соответственно, я зарабатываю с этого деньги, и это такой же труд, как и просто где-то работать в целом. Ну, то есть, я имею в виду, многие сейчас скажут, какой это труд, типа, взяла камеру, пошла снимать, труд вон в шахте, ты пошла и работаешь, или механиком, или дальнобойщиком, вот это, да, труд. А, типа, ты блогер, ну, как бы, тут сложно именно пояснить человеку, который максимально в этом не был завлечен. То есть, чтобы снять контент для того, чтобы вы провели свой досуг на своей работе, там, в шахте, или на стройке, или на заводе, для этого нужно написать сценарий, сделать организацию, собрать людей, отработать смену на гараже, грубо говоря, отремонтировать машину, допустим, как в моем случае, как минимум, или в течение месяца ты это делаешь. Также ты нанимаешь людей, чтобы это все снималось. Также ты занимаешься покупкой запчастей, там, грубо говоря. После этого, соответственно, тебе там, если ты там делаешь какие-то краш-тесты, типа, как вот академик, например, да, он там делает краш-тесты, проверяет машину на прочность, и потом, соответственно, он делал вот эту вот железную дорогу, по которой вот это вот все нужно было организовать, чтобы машина в столб влетала, проверять безопасность, потом это все нужно вывозить. То есть, это огромная организация в целом. А если бы вот этого всего не было, если бы не было блогеров, если бы не было фильмов, если бы не было музыки, то как бы люди проводили бы свой досуг, как вот в старые времена, не знаю. Пусть говорят, смотрели бы. Ну, да. Телевизор, то есть как бы. Не знаю, мне кажется, блогеры сейчас это новое поколение, в плане которого, если именно контент... Это свобода выбора, тебе не навязывают, понимаешь? Ты можешь просто отказаться от просмотра машинок и заняться просмотром комнатных растений. То есть, да, это свобода прежде всего. И, пожалуйста, можешь смотреть дальнобойщиц, можешь смотреть сад и огород, можешь смотреть про животных там и так далее. Вообще, абсолютно огромная свобода. Да, контент на любой вкус и цвет. Куда это мы полезли? Мы сейчас будем шприцевать сцепку. Точнее, сейчас мы будем шприцевать полуприцеп. Хорошо. Ну, сейчас будет Катюха меня учить шприцевать. Видите, она меня одела. Так, у нас, значит, на полуприцепе с каждой стороны есть три точки. Это точка трещотки. Трещотка – это тормозной рычаг. Вот, вот раз точка. Потом втулка тормозного вала. Вот она, это точка. Мы ее как бы шприцуем. И еще одна втулка тормозного вала уже непосредственно у колеса. Что мы делаем? Одеваем перчатки. Ну, короче, понятно, как и обычно на любом этом. Синяя смазочка. Забиваем вот сюда, вот нажимаем. И пошла жара. В принципе, я такое делала на своей газели. И ждем, когда оно... Начнет высовываться, да? Пробивать! Ура! Коротко о том, как проходит наша суббота. Вот. Шашлыки – это для славаков. Прошу прицевать в сцепку. Вот что надо. Достаточно. Вон там вылазить. Да, она сложно так пробивает. У нас все пошло. Опа! Вкуснятинка. Вкуснятинки, хотите? Наш, Настюха, рейс завершился. Настя, скажи о своих впечатлениях. Вот тебе понравилось, что не понравилось, что разочаровало? Отчего ты, может быть, вообще в шоке была? Чистый кайф. Я прям кайфанула за эти четыре дня. То есть я увидела другую абсолютную жизнь. И я эту жизнь хотела прощупать уже давно, типа дальнобойскую. И я помню, мы с мужем даже мечтали, чтобы купить фуру, потом вот эту категорию открывать. Теперь у меня больше мотивации, чтобы быстрее отучиться, заработать на вот такую вот фуру. И, короче, я теперь сама, короче, загорелась и хочу быть тоже дальнобойщицей. Ты хочешь ездить или ты вообще хочешь узнать об устройстве таких машин? Может быть, ремонтировать? Или тебе прям вот романтика вот этих дорог, она тебя прям завлекла? Ну, мне хочется, конечно, узнать полностью устройство этой машины. Как там, что устроено, то есть как это отслуживается. Как минимум я узнала, как шприцевать, да, сепку уже и в целом. Ну и, конечно же, романтика дорог и в целом вот это путешествие. То есть, как я поняла, это не там, не такая машина, как на легковой, ты едешь, у тебя там спина болит, там затекает. Тут сиденье так настроено, что прям чувствуется комфорт, да, за счет этой пневматики. Настя, ну это все, конечно, классно, да, но все-таки о минусах. Вот я так понимаю, что все понравилось, но не бывает же такого, что все классно, все прям супер. Какие вот минусы, на твой взгляд, в этой вообще профессии? И, может быть, для себя ты какие-то минусы отметила? Я, короче, поняла, что нужно быть посмелее, поувереннее в целом, потому что если ты будешь везде под всех, как бы, делать так, как тебе вокруг все говорят, то ты будешь чувствовать вечную дискомфу. Приезжай на загрузку, там, на выгрузку, там, быстрее, 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 сюда не так, это не так, сюда поворачивай, это поворачивай. Как бы я и так сама знаю, куда мне поворачивать, хотелось мне сказать вместо Кати, потому что Катя, вот, она действительно терпеливая. То есть терпеливая, как вот все люди ей говорят, то есть она сама себе на уме, она там никого-то не слушает, но мне прям бомбило на тему того, что «Так, девушка, вот сюда, вот поворачивай, вот сюда, да она сама знает, как поворачивать». Короче, вот это мне не понравилось, все равно, вот, ты мне говорила, что, типа, нет вот такого вот сексизма, что ли, да, что люди в целом, типа, все нормально реагируют, по факту я его увидела. Просто ты, видимо, не обращаешь внимания, то есть, и я вот за весь вот этот наш вот рейс, путешествие, все время со всеми где-то, как ты заметила, скубалась, да, я всем говорила, так, мы будем делать столько, убираться столько, сколько нам нужно, от того, что вы нам будете говорить быстрее-быстрее, мы быстрее делать не будем, мы делаем максимально быстро, насколько это возможно. То есть я поняла, что нужно, как бы, быть жесткой в этой профессии, да, и чем ты меньше такая вот, типа, хлюпенькая девочка, тем лучше. Девочкой надо оставаться, но в то же время нужно быть со стержнем. Ну, в общем, Настя, мне тоже было очень с тобой комфортно, классно эти три дня, мы отлично провели время. Ну, приглашаю тебя в зимний дальнобой, попробовать зимнюю романтику, это вообще еще та романтика, там, я думаю, просто вот, ну, на самом деле, по сравнению с летом, это так, намного экстремальней. Иногда в душе будет горячая вода, главное, да, главное, что в душе будет горячая вода. А то в этот раз было все холодно почему-то, ну, хорошо, что лето, спасибо большое. Ну, что, друзья, на этом мы с вами прощаемся, подписывайтесь на Настин канал, на мой канал, всем пока и удачи вам на дорогах. Пока!